Всем привет! Как вы поживаете? Давно не видел вас. Ну, что я могу сказать? Я пропал. Это факт. Я пропал. Но я вот опять с вами. Я вернулся. Но были сложные ситуации. Ну, не со мной личности, а вообще в мире. И, не знаю, какое-то желание пропало. Что-то не знал, что снимать. До сих пор даже не знаю, что снимать. Но вы можете помогать мне с этим. Давайте сейчас начнём. Вот у меня есть разные пункты, которые надо сегодня проходить. Я буду, ну, рассказывать, что я делал в последнее время, какие новости у меня и что будет дальше. Так. Первое. Это... Ну, кто не знает, я продаю английский онлайн. И у меня была ситуация с студентами. Из-за ситуации между Россией и Украиной. Большинство моих студентов живут в Украине либо в Украине или в России. На основном Россия и тоже есть из Украины. И, ну, когда эта ситуация началась, я начал потратить студентов. Мои студенты из Украины, ну, прям убежали в Европу, где там безопасно. И вот из-за этого я потратил моих украинских студентов. Мне, конечно, очень жалко, что так произошло с ними. И так же я потратил много студентов из России. Там сначала стоимость рубль упала. И им сложно было оплатить, потому что там этот... Заблокировали все эти визы, mastercard, еще курс был плохой. Но я рад сказать, что теперь все уже становится как раньше. Мои студенты из Украины опять вернулись ко мне. Они уже там, ну, в Испании кто-то есть, в Польше. И мои студенты из России тоже вернулись. Плюс у меня еще много новых студентов тоже. Поэтому я уже не страдаю. Но у меня это не особая проблема, что я потерял студентов. Я не особо люблю преподавать английский. Поэтому... Ну, ладно, будет студент и будет без студентов, мне все равно. Но мне совсем все равно. Конечно, я... Сейчас мне не нужен студентов, но... Ну, в общем, давайте, проехали. Так, второй пункт. Это где я был, куда я ездил в последнее время. Вот. Мама моей жены приехала из Казахстана. И ей интересно видеть все это, где Иисус Христос, Христос посещал, ну, его путь. Поэтому мы были в Капаннауме. Кто знает Капаннаум, не знаю. Капаннаум это на этот Кенерит. Это озеро Кенерит. Какое-то известное место. Там церкви есть. Ну, я не знаю точно там. Мы были без гида. Поэтому просто сами там посмотрели. Разные церкви. И не совсем понял, что я смотрю. Но все равно интересно. Еще в субботу мы ездили в Эфрихем. Это не Израиль, это Палестина. Это вот первый раз, что я был прям в палестинский, вот, настоящий город. И там мне очень понравился. Мы видели церковь там, где Иисус родился. Там внизу спускались. И там же есть Праме это место, где Прам родился. И потрогали. Вот это как звезда, по-моему. Потрогали. Там снимали. Сфоткали. Ну, это тоже интересно. Хотя я вообще не отношусь к религии вообще. Религия это не мое. Но все равно интересно посмотреть. И, конечно, это важно для мамы, моей жени. Поэтому она очень доволна была. И было интересно просто ходить по Эфрихему. Интересный город. Я разговаривал с таксистами, которые, ну, с кем ездили. Интересно, ну, понимать их мнение из их стороны, из Палестины. Потому что, вот, кто не знает Палестина и Израил, это как враги, к сожалению. Ну, я понимаю, что там хорошие люди тоже. Очень жалко, что такая ситуация есть между Израилем и Палестиной. Жалко, что есть такая ситуация между Россией и Украиной. Ну, я не знаю, я, я, ребят, я думаю, что 99% людей в мире хорошие. Есть такие, как фанатики, экстремисты, которые, ну, всем мешают и мешают нам жить спокойно. Поэтому, я не знаю, я, я не против палестинцев, я не против израилетанами, я не против россиянами, я не против украинцами. Я просто хочу жить мирно. Но, в этом мире, к сожалению, не даётся так. Ещё по поводу нашего плана будущего. Я думаю, скорее всего, будем жить в Израиле ещё один год. Наш контракт на квартиры закончится, заканчивается в ноябре, начале ноября в этом году. Но, я думаю, мы продлим, продлим, продлевать, ещё будем жить здесь ещё один год. Получается, это, наверное, ещё полтора года здесь в Израиле. Мне сложно здесь, честно скажу, но моя жена, которой вообще нету еврейских корней, она казашка, ей хорошо здесь, ей нравится. Она бы мог, она бы могла жить здесь долго, может даже навсегда. Это я, который не, который не могу, я хочу уехать. Не знаю, может мне просто... просто такой характер, что-то... не могу найти своё место, скажем так. Так, ещё. Я вообще думал, как зарабатывать деньги. Я не такой человек, который собирается устроиться на работу. Я это пробовал, я это сделал вот раньше. Я считаю, что я какой-то... какой-то предприниматель. Может, не очень успешный, но стараюсь быть успешным. Вот, например, я прочитал, вот, Rich Dad Poor Dad, «Богатый папа, бедный папа». Сейчас читаю The 4-Hour Work Week. Очень хорошая книжка. И собираюсь читать, думая и... додумая и становиться богатым. Не знаю по-русски, Think and Grow Rich вообще. Очень известные книги, все трое. Ну, в общем, у меня такое, как бы, мышление есть, но... Какого-то действия нет у меня, не знаю, ничего не делаю. Ну, в общем, что-то хочу сделать, но что-то не знаю как. Я даже думал, может, я полностью прошу вот это преподавание, чтобы я просто освободился и что-то, не знаю, делал. Ну, я начал там инвестировать деньги на биржи и думаю про этот криптовалюта. Вот, и не знаю, я еще мало знаю об этом. Думал, может, там купить золото. Ну, тоже не знаю. Надо подумать, ребята, надо подумать. Хочу развивать свой бизнес в Казахстане. Вот мой этот курс английского языка. Это тоже все под вопросом. Ну, ладно. И последний пункт, это по поводу контента. Да, я пропал. Я говорил из-за сложной, ну, как бы неприятной ситуации. Там вообще в мире там корона, там... Ну, короны уже нет, я бы сказал, слава богу. Ну, там Россия, Украина там неприятно. И, честно говоря, я даже не знаю, какой контент выпускать на этот канал. Я, честно, не знаю. Могу делать эти... Видеореакции на мультфильме. Могу просто снимать, как я хожу по... По Израиле и по Палестине. Не знаю. Если у вас есть какая-то идея для контента, опишите, пожалуйста, в комментариях. И я рассматриваю эти варианты, все варианты. Ну, в общем, я думаю, все. Но я думаю, скоро еще видео будет у меня. Думаю, видео-реакция будет. Выбираю какой-то там мультфильм. Может, какой-то советский мультфильм. И... Буду делать реакцию, видео-реакцию на это. О, еще... Я еще не показал вот нашу квартиру. Я хотел показать квартиру. Сейчас чуть-чуть бардак. Бардак. Поэтому сейчас нехорош... Правда, сейчас не буду показывать вам. И вообще неинтересно. Это просто вечная квартира. Ну, ладно. Я подумаю. Все. Ребята, пока-пока. 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 Пока-пока.